Кушанское царство, Кушанараджавамша, Гуишуан, 1-3 века нашей эры, древнее государство на территории современной Средней Азии, тюркские народы Афганистана, Пакистана, Северной Индии, период расцвета приходится приблизительно на 105-250 годы нашей эры. По одной из теорий, Кушанское царство было основано кочевым миндоиранским народом тахаров, юэджи, пришедшим с территории, на которой сейчас находится Синьцзян и Гургский автономный район государства имело дипломатические связи с Римом, Персией и Китаем. Несмотря на то, что на индийском субконтиненте проживало чуть ли не половина населения Земли, 140 из 300 миллионов человек, его часть, подконтрольная Кушанскому царству, была заселена слабо в сравнении с остальной древней Индией. Крайней мерей, насколько Сакета и Сарнатхи около Варенаси, Бенарис, где надписи были найдены знакомства в эпоху Кушанского императора Канишки отлично. Кушаны были наиболее вероятно, один из пяти ветвей юэджи конфедерации, индоевропейские кочевники возможного точа ориан происхождения, которые эмигрировали из севера, западной Китай, Синьцзян и Ганьцу, обосновался в Древней Бактрии. Основатель династии, Куджулакатфисес, следовал греческим религиозным идеям и иконографии после греко-бактрийской традиции, но также был приверженцем индуистского бога Шивы, что было почти исторической необходимостью из-за присутствия индийской культуры и торговцев на вшелковый путь. Кушаны в целом также были великими покровителями буддизма, и, начиная с императора Канишки, они также использовали элементы зороастризма в своем пантеоне. Они сыграли важную роль в распространении буддизма в Среднюю Азию и Китай. Кушаны, возможно, изначально использовали греческий язык в административных целях, но вскоре начали использовать бактрийский язык. Канишка послал свои армии к северу от гор Каракорум. Прямая дорога из Гандхары в Китае оставалась под контролем Кушана более века, пощеря путешествие через Каракорум и способствуя распространению буддизма Махайны в Китае. Династия Кушанов имела дипломатические контакты с Римской империей, Сосанитской Персией, Аксумской империей и династия Хань.Китая. Кушанская империя была центром торговых отношений между Римской империей и Китаем. По словам Олена Даниэлу, какое-то время Кушанская империя была центром крупных цивилизаций. Несмотря на то, что большая часть философии, искусства и науки была создана в ее пределах, единственные текстовые записи истории империи сегодня происходят из надписей и отчетов на других языках, особенно китайском. Кушанская империя распилась на полу независимые королевства в трех веки нашей эры, которые поле от вторжения Сосанидов с запада, создав Кушано-Сосанитское царство в областях Сагдианы, Бактрии и Гандхары. В четырех веки индийская династия гуптов также вторглась с востока. Последнее из Кушанского и Кушано-Сосанитского царств было в конечном итоге захвачено захватчиками с севера, известными как Кедориты, а затем и Эфталиты на западе государства Кушан включало штат Парата в Белоджистане, Западный Пакистан, Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. Туркменистан был известен кушанским буддийским городом Мерф. На север, в первом веке нашей эры, Куджула-Катфесы послали армию в Таримский бассейн, чтобы поддержать город-государство Куча, который сопротивлялся китайскому вторжению в регион, но они отступили после незначительных столкновений. Во втором веке нашей эры Кушаны под Канишкой совершили различные набеги на Таримский бассейн, где у них были различные контакты с китайцами. Канишка занимал районы Таримской котловины, очевидно соответствующие древним регионам, принадлежавшим Юэйчжи, возможным предкам кушанов. Кушанское влияние оказывало на чеканку монет в Кашгарии, Яркинде и Хатани. Согласно китайским хроникам, кушаны, именуемые в китайских источниках Дайуэчжи, просили, но получили отказ, ханьскую принцессу, даже несмотря на то, что они послали подарки китайскому двору. В ответ они двинулись на Бан Чао в 90-м год нашей эры с силой 70 тысяч человек, но были разбиты меньшими силами Китая. Китайские хроники рассказывают о битвах между Кушанами и китайским генералом Бан Чао. Юэйчжи отступили и платили дань Китайской империи. Все регионы бассейна Тарим были в конечном итоге завоеваны Бан Чао. Позже, во время Уан Чу в период 114-120 г.г. нашей эры, кушаны послали военную силу, чтобы сделать Чинпана, который был среди них заложником, в качестве царя Кашгара.